Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока — правовые нормы. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что право представляет собой систему. Правовые нормы являются элементами этой системы и представляют собой идеальные модели поведения людей в той или иной ситуации. Существуют разные виды правовых норм. Самое главное из этих классификаций — это нормы императивные и диспозитивные. Разница между ними заключается в том, что императивные нормы содержат обязательный приказ. Диспозитивные нормы позволяют субъекту права самому выбирать тот образ поведения, который ему нравится больше. Примеры императивных и диспозитивных норм нам предлагает Конституция Российской Федерации. К примеру, 117-я статья Конституции гласит, что Государственная Дума имеет право выразить недоверие правительству Российской Федерации. Государственная Дума не обязана этого делать. В том случае, если Государственная Дума дважды выразит недоверие правительству РФ в течение трех месяцев, президент РФ вправе объявить об отставке правительства или распустить Государственную Думу. Эта норма является диспозитивной, поскольку у президента есть право выбора. Либо в отставку отправится парламент, либо в отставку уйдет глава исполнительной власти. 111-я статья Конституции Российской Федерации содержит пример императивной нормы. Она гласит, что Государственная Дума должна утвердить кандидатуру премьер-министра. В том случае, если Госдума трижды проголосует против кандидатуры премьер-министра, президент распускает Государственную Думу и назначает новые выборы. Здесь у президента права выбора нет, и эта норма является императивной. Существует другая классификация правовых норм, которая предполагает разные варианты поведения субъектов права. Такие нормы делятся на разрешающие, обязывающие, запрещающие и рекомендательные. Правовая норма состоит из нескольких частей. Ее обязательными частями являются гипотеза, диспозиция и санкция. Гипотеза представляет собой описание условий действия правовой нормы. Диспозиция — это описание самой нормы, то есть того, что должен делать человек в той или иной ситуации. Санкция представляет собой описание наказания, то есть того, что последует в том случае, если человек не выполнит ту или иную правовую норму. Наличие всех трех частей правовой нормы обязательно. Что касается гипотезы, то все правовые нормы, абсолютно все без исключения, ограничены во времени, в пространстве и по кругу лиц. То есть нет ни одной нормы права, которая действовала бы везде и всегда, и все обязаны были бы ей подчиняться. Давайте возьмем самый известный пример — это Конституция Российской Федерации. Конституция Российской Федерации была принята референдумом 12 декабря 1993 года. Поэтому с позиции Конституции нельзя рассматривать события, которые произошли до момента ее принятия и официального вступления в силу. Конституция РФ также ограничена в пространстве. Она действует на территории Российской Федерации и за пределами этой территории действия не имеет. Конституция ограничена по кругу лиц. Ей подчиняются граждане РФ, вне зависимости от того, находятся они в нашей стране или за ее пределами, а также ей обязаны подчиняться граждане других государств и лица без гражданства, в том случае, если они находятся на территории Российской Федерации. Существует особое понятие — обратное действие правовой нормы. Обратное действие или обратная сила — это ситуация, когда правовая норма распространяется на обстоятельства, которые произошли до момента ее принятия. Обратная сила правовой нормы возможна только в том случае, если новая норма смягчает или устраняет ответственность. Если же ответственность устанавливается или, наоборот, отягчается, в этом случае обратного действия нормы нет. Вам съем с вами пример. До конца 80-х годов в Советском Союзе существовала норма права, согласно которой продажа валюты в срок была невозможна. Это каралось достаточно серьезным наказанием. После того, как эта норма была отменена, она получила обратную силу. То есть люди, которые уже были осуждены и находились в местах лишения свободы, должны были быть отпущены, ибо это деяние с 1990 года не является преступлением ни на территории Советского Союза, ни на территории Российской Федерации. Для того, чтобы понять, что конкретно гласит та или иная норма права, необходимо применить такую вещь, как толкование права. Толкование права имеет несколько видов. Самое распространенное из этих видов — это логическое толкование, то есть уяснение грамматической структуры текста. Фраза «казнить нельзя помиловать» является классическим примером такого толкования права. Если после слова «казнить» поставить запятую, норма приобретает один смысл. В том случае, если запятую поставить после слова «нельзя», то норма, разумеется, будет звучать и применяться уже несколько по-другому. Такие случаи бывают и в современном российском праве. В 1996 году был разослан по стране, а затем отозван и возвращен на доработку указ президента о мерах по развитию органов юстиции в Российской Федерации. В тексте этого документа была пропущена запятая. Запятую вставили и возвратили обратно документ. Дело в том, что без этой запятой текст становился непонятным для читающих, ибо в нем было написано «Министерство юстиции осуществляет контроль за соответствием ведомственных нормативных правовых актов Конституции Российской Федерации правовым законом, указом и распоряжением президента Российской Федерации». Если убрать запятую, то получается, что на стране существуют какие-то нормативные правовые акты Конституции Российской Федерации. А такого, разумеется, нет и быть не может. Еще один вид толкования права — систематическое. Систематическое толкование предполагает уяснение места этой правовой нормы в общей системе правовых норм. Если данный документ издал наш начальник, то он имеет к нам отношение. В том случае, если он издан в другой системе права, можем совершенно спокойно его проигнорировать. В некотором роде разновидностью такого толкования является историко-политическое толкование. В ходе него мы узнаем, когда и по какому поводу была создана данная норма. Норма вполне могла прекратить свое существование еще до нашего появления на свет. Поэтому ей подчиняться будет не обязательно. Представьте себе, что вы увидели документ, в котором написано следующее. Ну и, наверное, очень испугались. Никто крестьянских детей пытать не собирается. Не обращайте внимания на эту норму. Это документ из соборного вложения 1649 года, который прекратил свое юридическое действие еще в эпоху правления императора Николая I. Есть такая форма толкования, как логическое толкование. Для того, чтобы понять, что написано в данном акте, необходимо применить правила формальной логики. 38-я статья Конституции Российской Федерации гласит, что забота о детях и их воспитании равны праву и обязанности родителей. Мы с вами настолько привыкли именно так понимать слово «дети», что даже не обращаем внимания на то, что в данной фразе явно пропущено прилагательное. Разумеется, родители должны заботиться о детях не всех, а только своих и только несовершеннолетних. Ибо слово «дети», употребленное в правом отношении, распространяется только на лиц моложе 18 лет. Наконец, есть еще одна особая форма толкования. Она называется «аутентичное толкование» от латинского слова «auto», которое означает «сам». Аутентичное толкование осуществляет тот самый орган, который принял данную норму права. То есть она работает по схеме «сам принял», «сам толкую». Пример такой нормы дает Государственная Дума. В 1996 году, когда в Думе была достаточно большая фракция коммунистов, они приняли постановление, согласно которому отзывалась подпись Российской Федерации под договором о ликвидации Советского Союза и образовании Содружества независимых государств. Означает ли это, что со следующего дня восстанавливается СССР? С правовой точки зрения, да, означает. Ночью, видимо, депутаты подумали и решили, что такие правовые последствия будут слишком серьезными для нашей правовой системы. И на следующий день приняли другое постановление, в котором объявили, что принятая накануне норма права не имеет юридических последствий. То есть фактически не существует. В том случае, если мы неправильно истолковали закон, он может нам показаться странным и даже глупым. В англо-саксонской системе права есть специальное понятие «stupid laws», которое означает «дурацкие законы». Примеры таких дурацких законов очень и очень хорошо известны. Они существуют не только в Соединенных Штатах Америки, но и в Англии, в Канаде и в целом ряде других стран мира. На самом деле они вполне нормальные, просто надо знать, кто, когда и по какому поводу принял данные нормы права. После того, как мы истолковали право, необходимо предпринять определенные действия по исполнению этого права. Такие формы будут называться реализацией. Существует четыре формы деятельности по реализации права. Самая простая из таких форм — это соблюдение. Соблюдение означает всего-навсего законопослушное поведение. Для того, чтобы соблюдать право, не нужно делать что-то специально. Как правило, нужно чего-то не делать. Если вы не переходите улицу на красный свет, не бегаете по эскалатору, не пытаетесь бесплатно проехать в общественном транспорте, то будет считаться, что вы соблюдаете право. Такая форма реализации права доступна всем, даже маленькому ребенку. Второй формой реализации права является исполнение. Исполнением называется выполнение своих обязанностей по закону или договору. Есть обязанности, которые налагают на нас законы, в первую очередь Конституция Российской Федерации. Допустим, у всех есть обязанность по получению общего среднего образования. В том случае, если вы ходите в школу, вы исполняете свою обязанность. Есть другие обязанности, которые налагают на нас договоры. К примеру, вы устроились на работу и обязались ходить каждый день по определенному графику к 9 часам на то предприятие, на котором вы будете трудиться. Если вы пришли на предприятие к 9 часам, вы исполнили свое право. В том случае, если вы не пришли, то вы не предприняли необходимые действия, и ваше право оказалось, и ваша обязанность тоже оказались неисполненными. Еще одна форма реализации права — это использование. Использованием права называется реализация своих законных интересов. Каждый из нас имеет право трудиться. Кто-то работает и использует свое право на труд, кто-то не работает и не использует его. Личное дело самого человека — использовать те или иные свои права или нет. Когда вам исполнится 18 лет, вы получите безусловное право вступления в брак. Сколько раз можно его использовать? Сколько угодно. Когда впервые? В любой момент после достижения вами 18 лет. Ну, правда, такое право есть у вас условно 16-летнего возраста, но о том, как использовать его, мы с вами поговорим позднее. И, наконец, самая сложная форма реализации права — это применение. Применение права означает осуществление властных полномочий. И возможно только в том случае, если человек официально наделен этими властными полномочиями. Когда милиционер останавливает кого-либо на улице и проверяет документы, он применяет право. Если судья выносит приговор, он применяет право. Если ректор вуза издает приказ о зачислении студентов или об отчислении, объявлении выговора или благодарности, то в этом случае он применяет право. Вполне естественно, что такая форма реализации права возможна только в том случае, если вам уже исполнилось 18 лет. Соблюдение права доступно всем. Исполнение и использование права также доступно всем. Вот применение права обладает очень небольшая группа населения. В Российской Федерации действует огромное количество правовых актов. Каждый год Государственная Дума издает сотни законов. Президент подписывает сотни указов. Принимаются постановления правительства Российской Федерации, распоряжения по разным министерствам, прочие акты по иным уровням создания права. Разобраться в этом огромном потоке очень и очень сложно. Некоторые юристы считают, что в Российской Федерации ежегодно принимаются миллионы, а может быть и десятки миллионов норм права. Для того, чтобы выяснить, какие из них нам нужны, а какие мы можем с вами оставить без внимания, применяется такая вещь, как систематизация права. Систематизация права существует в трех формах. Это инкорпорация, консолидация и кодификация. Что представляют собой эти три формы систематизации права? Инкорпорацией называется метод, при котором несколько правовых актов помещаются в сборники или собрания, составленные по предметному или хронологическому критерию. Вполне возможно, вы видели в книжных магазинах издания, которые назывались, допустим, «Что должен знать призывник». И под одной обложкой в таком издании были собраны все правовые акты, которые касаются призывников или тех, кто хочет узнать больше об их правовом положении. Внутри таких сборников документы помещаются, как правило, в хронологическом порядке, начиная с самых старых и заканчивая самыми новыми. Таким образом, несложно узнать, какие из этих документов действуют сейчас в полной мере, а какие с течением времени были уже исправлены. Другой формой систематизации права является консолидация. Консолидация применяется в том случае, если мы соединяем с вами несколько правовых актов не просто в сборник, а в единый правовой акт. В РСФСР некогда действовал сборник, который назывался КЗОТ, Кодекс законов о труде. Он включал в себя несколько правовых актов, которые по отдельности практически не издавались, поскольку смысл имели только в рамках вот такого Кодекса законов о труде. Хотя Кодексом, конечно, такую форму было называть абсолютно неправильно. К инкорпорированным правовым нормам относится и так называемая Конституция Англии. Дело в том, что у Англии, как вы вполне возможно знаете, нет Конституции, но есть несколько актов, которые издавались на протяжении 300 лет и по отдельности не имеют практически никакого смысла. Смысл им придает только то, что они размещаются в едином тексте, и каждый из этих элементов описывает в свою сторону государственного устройства английской монархии. Основной формой систематизации права в России является кодификация. Кодификация — это тоже создание сборников правовых норм, но они помещаются в сборник не в самом первоначальном виде, а с их внутренней переработкой и дополнениями. На настоящее время в Российской Федерации действует 19 кодексов и разрабатывается 20-й. Каждый кодекс представляет собой систему правовых норм, описывающих ту или иную отрасль права. Сколько всего отраслей права в Российской Федерации определить достаточно сложно. Дело в том, что их число постоянно изменяется. Сравнительно недавно из государственного права выделилось муниципальное, а из гражданского права выделилось авторское, патентное, наследственное, корпоративное право. Но в целом принято считать, что таких норм около 20. Все отрасли права можно разделить на две группы. Это публичное право и частное право. Публичное право представляет собой нормы, которые описывают взаимоотношения между государством и личностью. Принято говорить, что они носят императивно-директивный характер. То есть государство прописывает правила поведения, которых оно требует от граждан, а у граждан нет возможности обсуждать эти правила поведения. Граждане должны этим нормам подчиняться. К отраслям права, которые относятся к публичной группе, относятся государственное право, уголовное право, административное право и подавляющее большинство всех остальных отраслей права. Если публичное право защищает в первую очередь государство, то нормы частного права защищают интересы самих граждан. Частное право предполагает, что государство устанавливает только самые общие правила поведения, а граждане могут сами договариваться между собой о каких-то дополнительных обстоятельствах. Поскольку люди могут заключать договоры, такие отрасли еще называют отраслями договорного права. В России мы можем заключать три вида договоров – гражданские, брачные и трудовые. Поэтому существуют три большие отрасли частного права. Это гражданское право, семейное право и право трудовое. Все остальные отрасли права относятся к группе публичного права. В любом случае отношения между людьми регулируются нормами той или иной отрасли права. Такие отношения называются правоотношениями. И о них мы поговорим в следующий раз. А наш сегодняшний урок окончен. Спасибо за внимание.